Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Наксон. 19 мая в газете New York Times была опубликована статья известного американского историка Тимоти Снайдера под названием «Мы должны сказать, это слух. Россия – фашистское государство». Снайдер – профессор истории в Ельском университете. Он специализируется на истории Центральной и Восточной Европы, в особенности на периоде Холокоста. Он также на постоянной основе является научным сотрудником Института гуманитарных наук в Вене. Кроме того, он состоит в Совете по международным отношениям и Комитете совести Мемориального музея Холокоста нашей страны. Он автор пяти монографий, самые известные из которых «Кровавые земли. Передина 12 языков» и множество научных статей. Снайдер занимается исследованием проблем тоталитаризма, Холокоста и национализма. Свои знания и опыт он применил для исследований тоталитарных тенденций в современном российском политическом режиме. После 24 февраля его часто называют фашистским. Однако полноценных научных исследователей на эту тему пока не появилось. Судя по всему, Тимоти Снайдер оказался первым серьезным ученым международного уровня, объяснившим, почему такая интерпретация допустима и верна. Ну а уже на следующий день статья американского историка вызвала настоящую бурю негодования в Москве. Ну, например, все вечернее шоу Владимира Соловьева было посвящено именно этой статье. Почему же они так разгневались? Что их вывело из себя? Сегодня мы познакомимся с этим материалом. Таким образом мы продолжаем наш цикл «Знакомимся с первоисточниками». Итак, Тимоти Снайдер пишет. Как идея, фашизм никогда не был побежден. Будучи культом иррациональности насилия, в любом споре фашизм был неуязвим, и покуда нацистская Германия сохраняла свою мощь, он продолжал искушать европейцев и жителей других стран. Данести фашизму поражение удалось лишь на фронтах Второй мировой войны. Но теперь он вернулся. И на сей раз страной, ведущей фашистскую войну на уничтожение, стала Россия. Если ей удастся победить, фашисты по всему миру почувствуют себя более уверенно. Мы ошибаемся, ограничивая свои страхи перед фашизмом определенным образом, сформированным Гитлером и Холокостом. Фашизм родился в Италии, он был очень популярен в Румынии, там фашисты исповедовали православие и мечтали об очищающем насилии, имел примерженство по всей Европе и Америке. И во всех своих видах он основывался на идее триумфа воли над разумом. В силу этого фашизму трудно дать удовлетворительное определение. Продолжаются споры, часто ожесточенные о том, что же лежит в основе фашизма. И тем не менее, сегодняшняя Россия соответствует большинству критериев, относительно которых исследователи склонны соглашаться. В ней существует культ одного конкретного лидера – Владимира Путина. В России присутствует культ мертвых, выстроенный вокруг Второй мировой. У нее есть миф об оставшемся в прошлом золотом веке имперского величия, которое необходимо восстановить посредством целительного насилия, а именно кровавой войны в Украине. Украина не в первый раз становится объектом фашистской войны. Захват этой страны был главной целью Гитлера в 1941 году. Гитлер считал Советский Союз, тогда владевший Украином, еврейским государством. Он планировал заместить советскую власть, собственно, и захватить плодородные земли Украины. СССР, по его замыслу, должен был после этого погрузиться в пучину голода, а Германия стать великой империей. Гитлер воображал, что это будет легко, поскольку СССР, по его мнению, был искусственным образованием, а украинцы – колониальным племенем. Трудно не заметить здесь поразительного сходства с войной, которую ведет Путин. Кремль описывает Украину как искусственное государство, ненастоящий статус которого подкрепляется президентом евреям. Дальнейший ход мысли предполагает, что после устранения компактной украинской элиты, неорганизованные массы с радостью примут российское господство. Именно Россия лишает сегодня мира украинского продовольствия, угрожая голодом глобальному югу. Многим сложно признать сегодняшнюю Россию фашистским государством, потому что СССР в сталинских времен позиционировал себя как государство антифашистское. Но подобное словопотребление не могло и в прошлом дать четкое определение фашизма. Не помогает оно и сейчас. Более того, оно серьезно дезориентирует. С помощью Америки, Великобритании и других союзников Советскому Союзу удалось взять верх над нацистской Германией с союзниками в 1945-м. Однако на этом основании протеставлять его фашизму не следует. До прихода Гитлера к власти в 1933 году СССР видел в фашизме не более, чем еще одну разновидность капиталистического врага. Гумистическим партиям Европы надлежало видеть врагов во всех прочих партиях. В действительности подобная политика способствовала завершению Гитлера. Несмотря на то, что немецкие коммунисты-социалисты численно происходили нацистов, они не смогли договориться между собой. После этого фиаско Сталин скорректировал свою политику, призвав Европейской гумистической партии сформировать коалиции для противодействия фашизму. Этот расклад сохранялся недолго. В 1939 году СССР объединился с нацистской Германией и, находясь де-факто в статусе союзников, две сверхдержавы совместно вторглись в Польшу. Речи нацистских вождей печатали в советской прессе, а нацистские офицеры высоко оценивали эффективность советских властей в том, что касалось массовой депортации. Сегодня в России об этом не говорят, потому что подобный взгляд прямо противоречит законам об исторической памяти. Вторая мировая война стала частью путинского исторического мифа о российской безвиновности и утраченном величии. Опираясь на него, Россия заявила о своем монопольном праве на жертвенность и победу. Говорить и даже думать о том, что, заключив сделку с Гитлером, Сталин способствовал началу Второй мировой, стало противозаконно. Сталинская гибкость в отношении фашизма служит ключом к пониманию сегодняшней России. Сначала Сталину фашизм был безразличен, потом он стал для него плох, потом превосходен, только потом, после того, как Гитлер передал Сталина и Германию Второго Советского Союза, он снова оказался нехорошим. Но никто так и не досужился определить, что означает само это понятие. По сути дела, фашизм превратился в оболочку, которую можно было наполнить любым содержимым. Коммунистов публично судили или прессировали, как фашистов. Во времена Холодной войны фашистами стали американцы и британцы. Никакой антифашизм не удержал Сталина после войны от преследования евреев, а его преемников от попыток уподобить Израиль и нацистской Германии. Иными словами, советский антифашизм был частью идеологического противостояния «Они против нас». Он не был подлинным ответом на фашизм. В конце концов, фашистская политика, как описал нацистский мыслитель Карл Шмидт, начинается с определения врага. Поскольку советский антифашизм не имел иной цели, кроме как указать и маркировать врага, он тем самым оставлял лазейку для возвращения в Россию подлинного фашизма. В России 21 века термин антифашизм просто стал означать право российского лидера определять врагов государства. Настоящие русские фашисты, такие как Александр Дугин и Александр Проханов, получили трибуну в российских средствах массовой информации. Сам Путин черпал идеи из трудов русского фашиста Ивана Леина, жившего в период между мировыми войнами. Для президента России фашистом или нацистом стал любой человек, пытающийся противостоять ему и его планам по уничтожению Украины. Украинцы были объявлены нацистами просто потому, что они отказались признать себя русскими и оказывают сопротивление. Путешественник во времени, прибывший в наши дни из 1930-х, без труда опознал бы в путинском режиме режим фашистский. Символ ЗИ. Народные шествия. Пропаганда. Идея войны как акта очистительного насилия. Братские могилы вокруг украинских городов. Все это не оставляет пространства для сомнений. Война в Украине. Не просто возвращение на традиционный фашистский плацдарм, но и воссоздание традиционных фашистских практик и риторики. Другие народы существуют для того, чтобы их колонизировать. Россия ни в чем не виновата в силу и славного прошлого. Существование Украины – результат международного заговора. Единственно возможный ответ – война. Поскольку Путин называет фашистами своих врагов, нам может быть сложно принять тот факт, что фашистом на самом деле является он сам. Но в ходе российского вторжения слово «нацист» означает просто враждебного недочеловека, того, кого русские имеют право убивать. Разжигание ненависти направлено на украинцев упрощает их убийства, как мы видим по событиям в Буче, Мариуполе и других частях Украины, побывавших под российской оккупацией. Массовое захоронение – не трагическая случайность, но закономерное следствие фашистской войны на уничтожение. Фашисты, называющие фашистами других – это фашизм, доведенный до нелогичного предела в своем преклонении перед рациональным. Это финальная точка, в которой язык ненависти выворачивает реальность наизнанку, а пропаганда превращается в чистой воды заклинания. Это максимальное торжество воли над мыслью. Называть фашистами других, будучи фашистом, Вот в этом состоит основа путинского метода. Американский философ Джейсон Стэнли называет его подровной пропагандой. Я предложил термин «шизофашизм». У украинцев есть более элегантное определение, они называют его расшизмом. Сегодня мы знаем о фашизме больше, чем в 1930-е. Мы понимаем, к чему он приводит. Нам необходимо безошибочно распознать фашизм, потому что таким образом мы будем понимать, с чем имеем дело. Но распознать не значит обезвредить. Фашизм – это не позиция в дискуссии, но культ в воле, порождающий мистический миф о человеке, исцеляющий мир насилием. И миф этот будет до конца поддерживаться пропагандой. Победить его можно, только продемонстрировав слабость вождя. Фашистского лидера необходимо одолеть, следуя тому, те, кто протестает фашизму, должны сделать для этого все необходимое. Только таким образом можно сокрушить фашистскую мифологию. Как в 1930-х, демократия отступает по всему миру, и фашисты уже начали нападать на своих соседей. Если Россия победит в Украине, это будет означать не просто разрушение демократии грубой силой, хотя это ужасно само по себе, это дирамизует демократов повсюду. Если до войны друзья России, такие как Марин Липен, Виктор Орбан, или американский телеведущий Такер Карсон, были врагами демократии, победа фашистов на поле боя станет сигналом, что правда на самом деле заключена в силе, что благозумие для неудачников, что демократия обречена. Если бы Украина не сопротивлялась, эта весна стала бы темным временем для сторонников демократии по всему миру. Если Украина не победит, тьма может продлиться десятилетиями. Вот то, что пишет в своей статье американский историк Тимоти Снайдер. И у меня сейчас, я смотрю на часы, остается порядка пяти минут для того, чтобы мы начали свое обсуждение. Я напомню, наш телефон в прямом эфире 718-303-9090, 718-303-9090, и мы можем начинать. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, я бы хотел напомнить о том, что есть уже достаточно много серьезных научных трудов, которые пытаются определить, что такое фашизм, используя тот опыт, который напомнен человечеством после Второй мировой войны. И есть знаменитая эссе Умберто Эка, итальянского ученого, где он вывел 14 признаков фашизма. Есть множество других работ, которые говорят об этом же, которые пытаются классифицировать такое, в принципе, сложное, непростое общественное явление, как фашизм, который в Европе одно время господствовал. Я напомню, что помимо Италии, где фашизм появился, была еще и фашистская Венгрия, и фашистская Румыния, и фашистская Португалия, и фашистская была еще Словакия, в общем, и была еще фашистская Хорватия, в общем, фашистских государств в то время было предостаточно. И та видимая простота и легкость, которой фашизм решал сложнейшие экономические проблемы, которые захлестнули всю западную цивилизацию в конце 20-х годов, я напомню, Великую депрессию, и массовую безработицу, которая была вызвана этим. Так вот, тот простой опыт преодоления этих проблем, вначале в Италии, потом в Германии, он служил неким положительным образцом для многих стран, которые страдали тогда от массовой безработицы. Им казалось, что сильный лидер, корпоративная экономика, подчиненная одному лидеру, вилитарное государство в целом, это лучшее лекарство для лечения всех экономических за одной из социальных проблем. Опыт показал, что фашизм в итоге приводит к войне, к войне разрушительной, к войне, которая поражает не только соседние народы или всю Европу, но и поражает тот народ, который принял фашизм как некое универсальное средство для решения своих проблем. Разрушенная Германия, поверженная Италия, это был, казалось бы, убедительный пример для того, что фашизм не лечит проблемы, наоборот, он их создает. Ну, хорошо, давайте послушаем теперь вас. С кого мы начнем? Ну, с тех, кто кой обычно позвонил первым. Здравствуйте, в эфире. Ну, что-то у нас не получилось. Давайте попробуем с вами. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, Алексей, это Виталий. Значит, я эту статью читал, это 19-го числа в Нью-Йорк Таймс. Она была опубликована. «Wish to say it, Russia is fascist, if I am not mistaken». Значит, что я хотел сказать. Вы говорили, что в России ее где-то там ругали. Когда это было? Кто ругал? Как-то прослушал. Ну, в пятницу, в следующий день после публикации статьи, я напомню, что 19-й это был четверг, в пятницу это было 20-е. И если у вас возможность, если, например, посмотреть в записи шоу Владимира Соловьева, очень рекомендую. А, Соловьев, да? И обратите внимание на его систему доводов, которые он использовал для того, чтобы доказать, что, ну, например, фашистская не Россия, а та же самая Америка и так далее. Обратите внимание, посмотрите шоу Соловьева за пятницу. Хорошо, я посмотрю. Публикации пятничные. И эта статья, она... Да, пожалуйста, Виталий. Я хотел сказать, что... Ну, во-первых, вы ее не полностью, конечно, прочитали, но это, в общем-то, вы так сделали, это хорошо. Вот. Я просто хотел сказать о нем немножко пару слов, что он профессор Ельского университета, он довольно известен, этот историк, и он очень много книг написал о фашизме, тоталяизме и вообще европейской истории. И, так сказать... А, да, еще в этом самом надо... Я думаю, надо добавить, что в России официально зарегистрировано 53 фашистских партии. Вы можете в них записаться, если хотите. На интернете все это есть. 53 партии фашистских. Нормальных таких, нормальных фашистских партий. Они не скрывают, что они фашистские. Вот. Поэтому... И, кстати, я помню, кто-то... Кто-то говорил, я где-то читал, что после войны кто-то из великих сказал, что если фашизм возродится опять, то новые фашисты будут называть себя антифашистами. Вот оно так и получается. У нас Антифа есть. Такая организация в Америке. Алло. Да, да, Виталий. Спасибо, спасибо. Вы услышаны. Ваша точка зрения принята. Спасибо. Да, такие слова о том, что фашизм возродится в одежде антифашизма, приписывают Черчиллю. Ну, в общем-то, исследователи говорят, которые занимаются творчеством Черчилля, его наследием говорят, что-то он не произносил. Но, тем не менее, вот то, что сейчас происходит, пример истинности этого высказывания. Но я думаю, что все разговоры о русском фашизме до 24 февраля носили некий более абстрактный характер, потому что, ну да, есть фашистские какие-то небольшие организации, партии и так далее, но, собственно говоря, где их нет. И у нас полно различных фашистских партий и организаций. Они крошечные, некоторые побольше, но они существуют на некой окраине, на некой периферии. Поэтому они носятся категории маргиналов. Вот эта война, которая сейчас уже больше, чем три месяца идет, она как раз доказывает другое, что фашизм из маргинального в России стал магистральным, главным, потому что, ну, самое страшное, что приносит фашизм, помимо террора, помимо всего того, что характерно для того, что происходит внутри страны, ведь он приносит войны. Войны. Войны, которые разрушают все. Вот эта война сейчас как раз и подтверждает это. Дорогие друзья, подошло время нашего небольшого перерыва. Давайте сделаем паузу, а потом продолжим уже после перерыва.